Добрый день, Дмитрий Евгеньевич Да, да, я вас слушаю Кто это? Дмитрий Евгеньевич, верно? Это вы? Да, почему так официально? Кто это? Меня зовут Абрилов Дмитрий Викторович, финансовое агентство по сбору платежей Приговоры записываются Звонок вам по поручению банка «Русский стандарт» По поводу вашей задолженности по продукту «Виза Голд» И по состоянию на 25 июня сумма составляет 621 тысячу по 750 рублей 91 копейку Дмитрий Евгеньевич, скажите, почему вы длительное время не решаете вопрос с оплатой? Вы знаете, голубчик, напомните, пожалуйста, как ваше имя, отчество? Дмитрий Викторович А, Дмитрий Викторович Ну, судя по голосу, вы на въезженька помладше, чем я, да? Это мне дает право говорить с вами в более фамильярном тоне Но это только с вашего разрешения Если вы не против, я продолжу Итак, ваши сотрудники постоянно мне названивают, предлагая мне нажать какую-то цифру 1 И потом задают глупые вопросы, чего я вам звонил Ну, получается, что вот сейчас более-менее нормальная ситуация Вы мне позвонили самостоятельно, и мне не приходится отвечать на глупые вопросы Вот Я теперь готов конструктивно общаться И хотел бы обсудить вот эту сумму долга Дело в том, что я не брал таких денег И я понимаю, что что-то там банк считает, вам сообщает И вы, скажите, голубчик, вы вправе вести переговоры на предмет уменьшения долга? Сейчас, Дмитрий Евгеньевич, так как вы длительное время не решили вопрос оплаты Да, банк идет вам навстречу и предлагает акцию отмена неустойки То есть, что это значит? Сумма вас же заставляет на 25 июня, напоминаю вам, 621 850 рублей 91 копейку Банк готов вам простить неустойку, то есть часть суммы задолженности Вам нужно оплатить 341 161 рубль 19 копеек Ну справедливость-то какая Ну что же такое? Брал человек всего 200 тысяч и 300 должен Вы понимаете, на что я брал эти деньги? Я вам объясню, голубчик Дмитрий Вот вы занимаетесь своим делом Вы должны приходить на работу утром Вечером уходить, там, я не знаю, на автомобиле вы передвигаетесь Либо на общественном транспорте Либо, может быть, пищочком прогуливаетесь Но вы тратите деньги на транспорт Чтобы попасть на работу Мне приходится так же делать, но только у меня совершенно другие амбиции, голубчик Я взял эти деньги на приобретение реагентов Понимаете, моя задача двигать науку вперед Я кандидат наук Я сейчас пишу диссертацию И когда я брал эти деньги, я сообщил сотруднику банку, на что я беру Это рискованный был продукт Я так и объяснил Я перед этим тщательно подготовился, изучил Ну, хотя бы поверхностно-банковскую схему работы Я им сообщил Этот продукт рискованный И агенты могут, скажем так, не вступить в реакцию Что и произошло После чего я пришел и написал заявление в банке Так и написал Написал формулу химические Сказал, что вот посмотрите сами Эти реагенты не должны априори были вступить в реакцию Но На основании нашего многоуважаемого Менделеева Через 4 года Эта реакция должна неминуемо произойти И мне сотрудник банка сказал Хорошо, мы подумаем Конечно, мы целый час с ней разговаривали Она улыбалась почему-то очень странно Потом подошел еще какой-то человек У него на груди был квадратный такой Как это называется у вас? Мэйджик Бэйджик Там Служба безопасности И он тоже меня слушал И улыбался на совершенно не смешные вопросы Я им объяснил 3-4 года Реакция произойдет Я получу премию Вполне возможно Нобелевскую Пожалуйста Я закрою свои обязательства Совершенно спокойно Что тут непонятного я не знаю А сейчас мне названивают И говорят, что я должен теперь 600 тысяч Я отдам вам эти 600 тысяч И миллион 600 отдам Для меня это ерунда Но нужно подождать Нужно подождать А Дмитрий Евгеньевич Вы же прекрасно понимаете Что если вы ознакомливались Поверхностно с банковской системой Что вы не можете сейчас Остановить свои сроки оплаты У вас был график платежей по карте Дмитрий Евгеньевич Вы брали все куда я это не могу А я же ничего не устанавливал, голубчик Я ничего не устанавливал Я прящусь, чтобы банк пошел мне навстречу Таких клиентов Он идет с вами сейчас навстречу Нет возможности Мне мама дает Дверь 150 рублей Мама дает мне в день А вы знаете Я вам скажу Мне 44 года Вы что, вы нигде не работаете? Вы что, я баран? Как это? Не работаю Мы начали с вами разговор с того, что У меня есть обязательные расходы Так вот, мама мне дает 150 рублей на дорогу Каждый день Каждый день Я издачу не платят Я издачу отдаю Никакую зарплату или что? Нет, нам платят Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха вы сейчас сказали зарплата? Ой, голубчик, вот скажите пожалуйста, если не секрет Сколько вам платят денег? За ту работу, которую вы делаете? Это не относится к разговору Ну почему, вы же спрашиваете меня, я, может быть, думаю, что все-таки относятся, ну так или иначе. Я спрашиваю, что вам за зарплату не платят, нет? Дмитрий Евгеньевич, нет, но со сути нашего разговора... Ну хорошо, мне платят зарплату, мне платят зарплату. У вас есть обязательства, Дмитрий Евгеньевич, верно? А когда вы брали деньги в банке, вы обязаны их вернуть? Я вижу, что вы пользовались картой. Да, я покупал. Ну так, да, наука делает такое, вот так не раз и все. Прежде чем подготовиться к этому опыту, уйдет какое-то время. Обязательная ситуация, без этого никак. Вы понимаете, что сколько нужно обеззараживать одну мензурку? Мензурку, колбу, чтобы вы понимали. Бывает, что на это уходит 8 недель. Мензурочка должна быть обеззараживаться. Ага. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Тогда вот... Понятно. Ну надо же что-то делать. У вас есть определенная финансовая обязательства. Надо же что-то делать. Надо что-то делать. Да. Я согласен с вами. Вернуть деньги. 341 161 рубль 19 копеек. Единовременным платежом если вы готовы участвовать в этой акции. Которые вам понадобятся? Да нет. Вы что? Откуда сразу столько денег? Нет. Нет. Я могу. Я вынужден констатировать факт. Если хотите, я банкрот временный. Через 3 года я буду миллионер долларовый. Совершенно очевидно. Я вам могу доказательные формулы выслать. Вы мне скажите свой email. Поймите, Дмитрий Евгеньевич, здесь формулы не при чем. Вы же прекрасно понимаете. Как это ни при чем, они очевидны. Это уровень третьего курса простого университета с химическим профилем. Вы же наверняка имеете какое-то образование. Уж не начальное и не техническое. На такой серьезной работе вы же должны и юридически быть подкованы, и в финансовом плане. Вот скажите, пожалуйста, это я не думаю, что это секрет. Какое у вас образование? Какие критерии выдвигаются сотрудникам, прежде чем взять на вас на работу? Дмитрий Евгеньевич, это не относится к сути нашего разговора. Ну я же хочу... Вы сделали деньги в банке. Подождите, Дмитрий Евгеньевич, вы сделали деньги в банке. Вы обязаны их вернуть, верно? Вы же сами сказали, ознакомливались с банковской схемой. Дмитрий Евгеньевич, но я же... Да, я ознакомился, откуда берутся деньги. И если вы хотите услышать... Вы скажите, правильно я понял? Может, я в чем-то ошибаюсь? Насколько я понимаю, все наши банки — это структуры с иностранным капиталом. Они ни одна не зарегистрированы в контролирующих органах Российской Федерации. Все уставные документы, все-все-все-все — это собственность иностранных граждан. Все до последнего. Ни одного банка, в том числе «Русский стандарт», с вашим руководителем по имени Тарейко, ну это армянин или грузин, я точно не помню, но так или иначе у него там двойное-тройное гражданство, и банк он этот регистрировал, находясь в статусе гражданина Соединенных Штатов Америки. Уж точно не Соединенных Штатов Армении. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, каламбур получается. Так вот. Нет, 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 давайте я свою позицию выскажу. Давайте мы победим итог наших переговоров. Подождите, выходит, что у меня требуют деньги иностранные граждане. Запрещен здесь иностранные. А вы взяли деньги в банки? Слушайте, то, что мне дали, мне дали продукт на карточке. Этих денег в природе не существует. Не существует. Это виртуальная цифра? А как это не существует? Не-не-не-не-не. Вы знаете сколько? Я тут изучил. В 2015 году в виде кредитов банки выдали 17 триллионов рублей. Вы представляете? В ВВП у нас в стране в три раза меньше. Откуда взялись эти 17 триллионов? Ответьте мне. Ответьте мне. Не-не-не, ответьте. Я же должен понимать. Вы будете оплачивать факты? Что мне передавать? А что это будет поступать? А почему вы не можете мне прокомментировать? Завтра? Завтра? Не-не-не. Четыре года. Три-четыре года я все закрою. Пока реакция не вступит. Уже длительное время срок просрочки. Уже более двух лет. Подойдите, пожалуйста. В следующем жалком банка может быть обращение в суд. Я передаю тогда ваш отказ от оплаты, Дмитрий Евгеньевич. Нет, я не отказываюсь. Я готов оплачивать. Если суд, если дело в суде, то я готов все-таки поднаприваться. Все доброе тогда. Не-не-не, давайте обсудим. До свидания. Как в суд не попасть? Что? Ну, я готов обсудить. Обратите, Дмитрий Евгеньевич. Хорошо. Давай идем сюда досудебная работа. Досудебная работа. С вашим жалком банка может быть просто-напросто обращение в суд. Вы знаете, мне почему-то грежут смутные сомнения. Сколько вы сказали дней я не оплачиваю уже? Я просто не веду учет вот этот вот. Ну, уже около двух лет получается. Более полтора года. Ой, почти. Да-да-да, пятьсот с лишним дней. А что это такое банк так вот подготавливает? Что там подготавливать? Переслали мне окончательное требование, написали заявление о выдаче судебного приказа. Если не хотите, то, пожалуйста. Как вам лояльно? Дмитрий Евгеньевич. Как вам лояльно? Даже оправдывается. Да вы видите таких, как я. Добровольно. Да давайте без проблем. Пойдем в суд, да и все. Я в суде спокойно. Хорошо. У меня второе образование юридическое. Знаете, что я сделаю? Алло. Да, я декистану юридическое образование. Если вы все прекрасно знаете. Я поэтому и понимаю, что мысль супачка на конфронтах. А причем здесь высшее образование юридическое. И обязанность какая-то горословная оплачивать. Я уже не вижу, что эти деньги вообще существовали. Понимаете? Иностранные капиталы. Эти деньги банк мне дал. В принципе, не из карманов забрал. Вам нечего сказать, дурачок вы оказываетесь. Никакого смысла.